книга открытым оком том 14 тема вера вопрос 2837 сказано что кому много дано с того и спрос будет больше но моя бабушка добрая читать сама научилась и все время читала только псалтирь какой же с нее спрос если у нее ни библии ни нового завета не было отвечает игнатий тихонович лапкин если она ходила в церковь то брала на слух читаемые из библии в паримях а новый завет на каждом богослужении читается но если она не понимала языка служебного тогда она могла бы подойти к священнику и попросить почитать слово божие на русском языке но то что псалтирь у нее была и она читала то прочитывала же его до конца а может даже знала что псалом 118 рекомендуется читать 6 дней в неделю тогда с нее будет спрос будет полный вот только в одном этом псалме из 176 стихов 185 раз говорится о чтении об изучении библии уставов закона заповедей повелений божиих псалом 118 с 1 по 7 стихи блаженно непорочные в пути ходящие в законе господнем блаженно хранящие откровение его всем сердцем ищущие его они не делают беззакония ходят путями его ты заповедал повеление твоих хранить твердо о если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои я славил бы тебя в правоте сердца поучаясь судам правда твоей стих 9 как юноша содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему повторение только этих восьми названий библии разве не накладывает обязанности на читающего познать а что же за уставы и где они где же этот закон и как найти слово его разве не захочется открыть откровение его которые обещаешь сохранить тем более они названы и повелениями если не так то ты лгал все время когда произносил псалтирные чтения велика ответственность всех старообрядцев которые читают псалтирь и не знают библию в которой все эти повеления божие откровения его в белый снег нездешним покрывалом окуталась застывшая окрестность снежинки пробные пока еще их мало весной растают океаном пресном следы зверюшек приоткрыли тайну куда кому на долгожданный завтрак утопло все как снежную сметану зализаны и шрамы на деревьях старых снег возвещает о начале глада о трудностях пришедших снова в зиму но есть и те кто одеялу рады под ватую на дне в норе корзине снежинки не похожи друг на друга как в небе звездочки но только на ладони им наша нежность теплота так грубы слезинкой плавится от тех кто в них утонет великая привычная незримо хрустим ногами давим и метем земля молочная разлившаяся кринка и солнце вылежит когда к весне придем снег падает скрывая черноту больное хило и хоронит безвозвратно зимой спят и зримо не растут бесплодие на деревьях и на грядках душе урок в час смертной зеленеть быть плодоносной ненакрытой снегом за золото сойдет желтея в листьях медь плоды трудягам не тому кто в неге заранее готовимся от признаков зимы трясемся холод прожигает кости запасы утекают как же слабы мы пушистым кулаком нас гонит до погоста нам не расслышать вое у пурги у вьюги ошалело и в метели не только стон и плач голодных и ногих мы гимн творцу расслышать не сумели 1 ноября 2005 год игнатий тихонович лапкин